МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довольно-таки спонтанно, в принципе. Увидели рекламу, кастинг, приняли решение, поехали, поехали. В Ростов мы отправились вдвоем, два рязанца. Это я и Сергей Афанасов. Но на самом деле мы вообще из Копина оба. Также оба учились в Стамбовском государственном университете. Сейчас в Рязани живем, и мы очень хорошие друзья. Поэтому танец нас объединяет. Ну вот, как бы, выбрали цель, такое решение приняли, поехали в Ростов. Я видела твое выступление, почему ты решила выбрать именно его? Оно широко обсуждалось среди участников жюри, да? Почему именно такое выступление? Я отправлялась на кастинг не как только танцор, но и как постановщик, в принципе. Основная моя деятельность здесь, в Рязани, это работа в ансамбле, это руководство и также постановочная деятельность. И я знала, что меня будут оценивать не только как танцора, но и как именно хореографа-постановщика. Поэтому подготовка к номеру велась очень долго. Это был очень такой детальный разбор всех составляющих. Началось, конечно, все с подбора музыкального материала. Я уже знала, что это должна быть неординарная, необычная музыка, которая обязательно, которую будут говорить. Видите-ка, в принципе, что мне и удалось. Это был кавер на песню Катюши, то есть такая необычная интерпретация. Также была наложена необычная хореография. Ну, достаточно мягко, приятно получилось. Расскажи, из чего состоял твой номер в двух словах. Как-то помимо самого танца ты еще применила яблоки. Вот что это такое было? Ну, это, опять же-таки, этапы подготовки. Здесь можно об этом поговорить. Подбор музыкального материала. Потом это поиск идеи. Образа, сюжет. Ну, то есть проработка самой драматургии номера. Яблоки. Ну, в принципе, все эту песню знают. Знают, о чем там поется. Да, что вот эта Катюша, что девушка прекрасно ждет парня с войны. Мужчину своего. Яблоки явились вот этой вот, которая надеждой как раз. И вот последнее яблоко, это как вкусив последнюю надежду, то есть, как бы оно вот оказалось, скажем так, ну вот отравленное. То есть, как бы не дождалась. То есть, не пришел с войны. То есть, вот. А так, на самом деле, это был уголь. И причем все, да, даже до, вплоть до наставников думали, что все яблоки, какой ни откуси, оно окажется черным. Расскажи здесь, в каком направлении можно у тебя научиться танцевать? Какие направления танцев ты преподаешь? У меня есть, как бы, любительская группа. Может прийти любой желающий. Я обязательно научу Азам вот базы современного танца. Это контемпори танец или модерн танец. То есть, возраст не ограничение. Зачастую, как бы, это группа до, там, 30 лет, фактически, да. Но основная моя работа – это руководство двух коллективов. Это коллектив современного танца «2013». Здесь отдельно хочу сказать, у нас будет суперпремьера 30 октября на сольном концерте Юрия Леонтьева. Мы будем танцевать развернутую версию этой «Катюши». Не на одном, не на одного человека, да, вместо меня, а на 14 прекрасных девушек. Будет очень много яблок, но это вот чуть позже. Этот танцевальный коллектив создавала я для того, чтобы реализовать себя максимально творчески. Это только современная хореография. Это «Контемпори» и «Модерн». Ну, эстрадная тоже такая часть. Что же касается ансамбля «Танц Резайн», в котором я упоминалась в эфире, то это уже более профессиональный коллектив. Что говорить, ему, в принципе, уже 20 лет. Я руковожу им один год. В МКЦ здесь уже многожанровая наша деятельность. Это и народная хореография, это и современная эстрадная стилизация. В общем, занимаемся всем. По-моему, добилась ты неплохих результатов, раз и коллективами руководишь, и выступаешь. Вот само выступление сейчас придало тебе каких-то сил. Открылись ли какие-то двери, может быть, для тебя? Это было какое-то рождение твое второе или нет? Ну, проект, наверное, ездила за каким-то дополнительным мотивационным толчком, за вдохновением, но получила чуть другое. Вот осознание, больше ответственности за свои действия вообще, вот как в жизни, так и в хореографии. На меня смотрят все мои ученики, мной мотивируются, хотят подражать, особенно вот эти маленькие детки, которые вообще с такими открытыми глазами. Я вообще туда ехала, в принципе, с опаской, с такой. Я понимала, что не могу подвести никого. Все за меня переживают и все болеют. Вот. Ну, и я считаю, что свою поставленную перед собой задачу я выполнила. Что еще как бы радует, то, что наставники не стали придираться конкретно к технической составляющей. А самые маленькие детки могут у тебя заниматься? Из какого возраста вообще? В нашем коллективе, вот, 2013, студия ArtRise, мы принимаем детей чуть ли не с трех лет. Это подготовительная группа, приводите, мы очень рады всем. То есть в два с половиной, в три можно, да? В два с половиной, в три, да. А что они там будут делать? У нас есть прекрасный преподаватель Вероника Ипатьева. Она подготавливает этих детей в течение года-двух, и потом уже передает мне. Нас занимается с ними музыкальной ритмикой, игровыми какими-то такими моментами. В общем, а уже в четыре года, в пять, они переходят ко мне, и мы с ними уже потихонечку начинаем готовиться к постановочной такой концертной деятельности. Ну, то есть они там уже ритм слышат, музыка уже... Конечно. Что-то для них определенное более становится, да? И я уже им даю классическую основу. И элементы современной хореографии уже потихонечку начинаем осваивать. Егор Дружинин, в частности, я помню, сказал, что твой номер действительно обсуждаем. Вот вердикт его был такой. Это хорошо или плохо в том телепроекте, если номер обсуждают? Для шоу всегда хорошо, когда номер обсуждают. Когда участника обсуждают. Ну, вот такая специфика шоу. Даже порой, неважно, с хорошей стороны или с плохой, главное, чтобы говорили. Ну, ты сама порадовалась, что тебя обсуждали? Или тебе хотелось бы, чтобы тебя отправили, сказали «да» и всё? Я, когда отправлялась в Ростов, я не представляла, у меня не было чёткого представления, что я хочу быть на этом конкурсе. Потому что это была, наверное, мечта моей подруги, которая хотела очень-очень попасть на это шоу. И она больше переживала, наверное, чем я. Как к любому делу, если я себе поставила задачу, я отнеслась не серьёзно, а максимально подготовилась. И, в принципе, может быть, поэтому особо критика Сергея Светлакова меня не задела. То есть, как бы, наверное, поэтому. Хотя здесь ещё другой немаловажный фактор. Когда Мигель сказал мне однозначное «да», не показав, конечно, эмоции, как особо на лице, внутри это было счастье и такое ликование. Дальше. У тебя какой план на ближайшее время, получается? Знаете, вот я сейчас могу сказать точно, что я счастлива. И всё, что я могу сейчас делать, какие у меня планы, это только на развитие моих учеников, это на развитие моих ансамблей коллективов, достижение более высоких результатов, участие в международных конкурсах, фестивалях и так далее. То есть, чтобы уровень современной хореографии в Рязани вырос значительно. Вот именно в лице моих как раз детей. Вы сотрудничаете с другими студиями? Вообще вы дружите или вы друг против друга? Я вот как работала в «Артрайзе», больше вот касательно танцевальных студий нигде не работала. Вот кроме «Артрайзе» никак. То же самое, муниципальный центр. У меня очень дружат, кстати, танцоры, потому что в ансамбле «Танц Рязани» это 18+, скажем так, танцоры, это взрослые, профессиональные люди. Это выходцы из коллектива 2013 просто. То есть, поэтому мы все общаемся, очень дружим. На концертах общих мы также вместе, как по-другому. Всё, что касаемо других студий, не могу сказать. Как будет выглядеть следующий этап? Готовишься ли ты к нему вот именно на телепроекте? Если посмотреть прошлых два сезона, можно, в принципе, составить такое общее представление, что нас ожидает. Но наставники предупредили то, что в этом сезоне, в третьем, нас ждёт что-то необычное. Так что определённый точно сказать, к чему сейчас готовится, это не скажешь. Но я как занималась, так и занимаюсь, продолжаю развиваться. Не только, конечно, как хореограф, но и как танцор. Обязательно поддерживаю форму. Но ты сейчас прибавила ещё даже, наверное, да? Надо же быть ещё в большей форме, ещё лучше танцевать. Конечно. Но здесь какой момент? Заниматься, наверное, разностилистически больше. Потому что я немножко привыкла, да, вроде бы вот в своём стиле. Контемп, модерн, там где-то классическая хореография. А здесь надо, да, и хип-хоп знать, и джаз-фанк знать, и клубные какие-то направления, конечно, безусловно. Нагрузка возрастает. Это, конечно, достаточно трудно, наверное. Ладно, Галина, спасибо вам большое за то, что вы нас посетили, за то, что вы к нам пришли, поделились своим хорошим настроением. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Это была телепрограмма «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин